Тема 764 Световой планшет Это идея о том, как российский программист заткнул за пояс китайцев и стал производить свой световой планшет. Или еще один способ найти свой бизнес. Саму историю полностью, в подробностях, из первых уст вы можете почитать на странице ГЕКТИ МЕСЯЦ ПУНТАРУ БАРРА ПОСТ БАРРА ДОС СЕЙЗДОСНУЕ ВИЧИНЦОДОС. Я же кратко ей перескажу и попробую открыть для вас новые возможности применения своих умений. Валерий Кондаков живет в семье дизайнеров и художников. Поэтому всем здесь довольно часто приходится заниматься переносом изображения с одного листа бумаги на другой. Для этого обычно использовалось стекло, под которое ставилась лампа, а на стекло ложился лист оригинального изображения и чистый лист для копирования. Пользоваться таким сооружением было крайне неудобно. Лампа слишком ярко светит в глаза, конструкция ненадежная, руками опереться невозможно, иначе все рухнет. Он вспомнил, что в студенческие годы в институте стоял специальный деревянный ящик со стеклом и внутренним освещением, на котором студенты перечерчивали свои чертежи. Так называемый световой стол, хотя Валерий называет его козлотроном. Когда я работала много лет назад в лаборатории конструкторов, там тоже был подобный стол, кстати, очень красивый, деревянный, с лампочками внутри. Сначала он решил создать подобный ящичек, меньшего размера. Но затем отказался от этой мысли, потому что стенки ящика Нагревались, и если забыть выключить лампу, это может привести к печальным последствиям. Он начал искать освещающие материалы, которые не нагревали бы поверхности. И нашел технологию ЛДП. Суть технологии в том, что существует пластик, который проводит и рассеивает свет. Для этого к торцу пластика достаточно подключить светодиод. Получается и ярко, и равномерно, и безопасно. Осталось только нарезать все аккуратными кусками, пластик, отражающий слой, LGP панель, матовое стекло, склеить все в единое целое и подключить к электричеству. Получился вот такой световой планшет. Который можно положить не только на стол, но и на колени. Можно взять с собой в дорогу, как мы берем с собой ноутбук, и Поработать где-нибудь вдалеке от дома. Он не нагревается, светит достаточно равномерно и не слепит глаза, что еще художнику нужно. Валерий продает его не только по друзьям и знакомым, но и всем остальным людям на странице своего интернет-магазина рисунки Пунта на тропинках Пунта.ру. А также со специально созданной страницей ВКонтакте в КПунта.ком.бар.лигхтгуйон.байотаблес. Конечно, такие планшеты продаются и на аллеях пресс.пунта.ком. Но где Китай и где Валерий? К тому же китайские планшеты немного дороже, а срок доставки – 15-50 дней. Я, кстати, нашла в интернете небольшой световой стол, который первоначально хотел создать Валерий для своей жены. Его делают рукодольники из Тольятти и продают в своем магазине Кругрук Пунта.ру. Конструкция простейшая, деревянная рамка, две лампы дневного света и стекло. Рукодольники сделали такой световой столик для себя, а потом и на продажу. Несмотря на кажущиеся обилие товаров и инструментов для творчества почему-то не все художники, дизайнеры и рукодольники этим довольны. Потому и создают такие инструменты сами для себя. Во всяком случае, если обилие где-то есть, то далеко не везде. Я, например, с удивлением узнала о существовании настольных мольбертов. Впервые о них узнала из своих же идей уроки живописи в теплой компании и уроки живописи. На дому. Когда я училась в художественной школе, у нас про них слыхом не слыхивали. Да и сейчас в нашей художке ничего подобного нет, стоят только большие мольберты-хлопушки, которые домой не унесешь и на природу не возьмешь, а как без них домашнее задание выполнять. В интернете я подобные настольные приспособления для рисования нашла. Мне понравился такой мольберт, цена высокая, но не оховая. Жаль только, что он больше подходит для холста, а не для бумаги. Лист бумаги здесь не закрепить. Для этого подойдет мольберт, формата А2. Но цена какая-то фантастическая, смотрите сами на странице верста Гуенке и Пунтеру Барра Цитолог Барра Сиете Моеве. Почему так дорого, за кусок фанеры и четыре скрепленные речки? Может быть, потому, что в наших интернет-магазинах продаются в основном настольные мольберты итальянской фирмы Мобев. Но продукция этой фирмы, не спорю, может стоить 4500 рублей, ведь цены в Италии считаются в евро, и Италия от нас далеко. А российские производители могли бы делать и дешевле. А ведь очень многие люди сегодня хотят научиться рисовать, судя по интересу к рисованию в интернете, по появлению всевозможных курсов в живописи для взрослых. И им подобные мольберты очень бы пригодились. Другими словами, в этой нише можно заново изобретать велосипед и создавать свой мольберт, только более. Дешевый и более доступный. Недавно довелось мне узнать об интересном художнике Игоре Сахарове, который даже целое видео посвятил необходимым материалам для начинающих художников. В этом видео он говорит, что очень трудно найти идеальную треногу, тот же мольберт, и идеальные кисти. Даже в Москве. Вполне возможно, что он продвигает продукцию какой-то конкретной фирмы, или артели. Но это тоже неплохо. Это говорит о том, что и через конкретного художника, а у Игоря Сахарова на двух страницах ВКонтакте, с кпунта комбарра Игорь Сахаров и с кпунта комбарра Сахар Игорь, более 40 тысяч подписчиков, можно вполне успешно продвигать свою художественную продукцию. Поэтому, если вы еще думаете над своим будущим. Валерия Кондакова Со световым планшетом, получится и у вас с вашим изобретением. Со световым планшетом, получится и у вас с вашим изобретением. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok